Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот нарядный новогодний шар на елочку. Для того, чтобы сделать такой шарик, нам понадобится пластиковая основа. Вот такой вот пластиковый шарик. Продается в магазинах. Стоимость 10 гривен. Если найдете где-то дешевле, то обязательно напишите ссылку, где можно купить такие шарики дешевле. Для того, чтобы обвязать такой пластиковый шарик, я взяла пряжу Ализе Кашмир. Она идеально подходит мне по толщине. Если вы будете вязать из другой пряжи, то вам придется делать свои расчеты. Как сделать расчеты, я также расскажу. Итак, давайте начинать вязать. Берем пластиковый шарик и сантиметровую ленточку, чтобы измерить, какой же он у нас в объеме. Вот так вот, видите? 32 сантиметра ровно. Обязательно нужно связать образец и измерить сантиметровой ленточкой, сколько у вас в одном сантиметре петелечки. У меня это 2,5 петли. Наш шар мы будем вязать снизу, делая постоянно прибавки. И расширять его нужно до тех пор, пока мы не окажемся вот в этой точке. И вот здесь также примерно 32 сантиметра. И здесь прямой участок у нас идет в окружности 32 сантиметра. 32 умножаем на 2,5 и получается 80 петель. То есть у меня по кругу должно быть 80 петель. Это по 20 петель на каждой спице, так как мы будем вязать на 5 спицах. Начинаем вязание. Берем спицу одну и набираем 13 петель. Вообще нужно набирать 12 петель, а 13 я набираю для того, чтобы соединить вязание в круг. Теперь эти петли нужно распределить на спицы. Вот так вот передвигаем на другой край и переснимаем на одну спицу 3 петли. Дальше берем новую спицу, также 3 петли. И последняя, четвертая спица, на нее также 3 петли снимаем. И на этой спице у нас 4 петельки осталось. Теперь нам нужно соединить наше вязание в круг. Как соединять вязание в круг я уже показывала, только на круговых спицах, не на чулочных. В принципе, на чулочных спицах это делается так же само. Возможно, немножко, конечно, неудобно будет это делать. Но это только в начале, пока мы немножко не расширим наше полотно. Этот хвостик будет нам вместо маркера и будем видеть с помощью этого хвостика, где у нас начало ряда. Итак, провязываем первый ряд лицевые петельки. Так, провязала и теперь делаем второй рядочек. Провязываем лицевой первую петлю. И во втором ряду нам нужно делать убавки. Мы будем делать из протяжки. Вот видите, между петельками есть такая вот ниточка, протяжка называется. Мы ее одеваем на спицу, вот так поднимаем и одеваем. А теперь нам нужно вот сюда ввести спицу. Оно немножко будет туговато, конечно. И провязать вот так вот лицевую петельку, видите. И снимаем. Прибавили одну петлю. Дальше провязываем следующую. И перед последней петлей также делаем прибавление. Вот, поднимаем эту петельку, одеваем ее на спицу. Вот так вот она должна на спице смотреться. И под эту дужку вводим спицу. Опять-таки немножко неудобно. И провязываем вот так вот петельку. И последнюю петлю провязываем. Следующая спица. Провязываем первую лицевой. Дальше между петельками вот ниточка. Поднимаем ее, одеваем вот так вот. Видите, как я одеваю? Не вот так вот. Потому что если мы так провяжем, будет дырка. А вот так вот одеваю. И опять же провязываю ее лицевой. Дальше одну провязываем. Опять одеваем. И провязываем две петельки. Такие прибавки нужно сделать на каждой спице. Все готово. И теперь провязываем следующий ряд просто без прибавок лицевыми. Когда я вяжу шарик, то я рядочки не считаю уже. Единственное, что мне нужно знать, вязать, расширять, вернее, до тех пор, пока не будет по 20 петель на каждой спице. В следующем ряду мы опять делаем прибавки. Первую петлю провязываем. Вытягиваем вот эту ниточку. Провязываем лицевой. Провязываем одну лицевую петельку. И снова делаем прибавку. Дальше мы еще провязываем две петли. Остается одна на спице. И перед этой последней, как обычно, делаем прибавку. По центру мы сделали прибавку для того, чтобы у нас было такое количество петель, которые мы можем поделить на два. Сейчас на спице 8 петель получилось. И так по кругу сейчас прибавляете на каждой спице по 3 петельки. Так, готово. У меня на каждой спице по 8 петель. И следующий ряд я просто провязываю лицевыми. Провязали. И в следующем рядочке нам нужно делать прибавки после первой петли и перед последней петлей, как обычно. Потом мы провязываем опять ряд без прибавок. Потом снова с двумя прибавками. Уже не надо 3 прибавки делать ни в каком рядочке. Только по 2 будем делать. И так мы будем делать прибавки через ряд. До тех пор, пока на спице не будет у нас 20 петель. На одной спице 20 петель. А в сумме 80. Провязала я только что рядочек с прибавками. И теперь у меня после этого рядочка на каждой спице 20 петель. Дальше мы провязываем одну петлю. Или две можно. Берем счетчик рядов. Ставим единичку. Вот так вот. Вешаем его сюда. И нам нужно провязать сейчас по прямой. Просто кругами вот так вот. 21 ряд. Счетчик рядов в этом случае, конечно же, нам понадобится. Если у вас какая-то другая пряжа, намного тоньше или толще, чем моя, то опять же свяжите образец. Измерьте объем вашего шарика. Посмотрите, сколько в одном сантиметре у вас по ширине петель. И умножьте это количество на объем шарика. И у вас получится то количество петель, которое должно получиться на каждой спице после того, как вы все расширите как нужно. И вот вы набрали, например, если у вас толще пряжа по 3 петли на каждую спицу или по 2 петли, то есть 8 петель в самом начале. Расширяли, расширяли, получили нужное количество петель для того, чтобы обхватили петельки ваш объем шарика. И сколько же вам нужно в вашем случае провязать рядов по прямой без прибавок. У меня это 21 ряд. Если у вас другая пряжа, то возьмите шарик. И сантиметровой ленточкой сейчас мы измерим, сколько вот так вот до центра. От центра до центра, например, у нас 15 сантиметров. Видите, от верха до центра нижнего. 5 сантиметров это у нас прибавки. И 5 сантиметров, учитывайте, что будут у нас убавки. То есть снизу мы вот расширяли, расширяли 5 сантиметров. И здесь будем сужать также 5 сантиметров. Значит, у нас всего 15 сантиметров. Снизу минус 5 и сверху минус 5. Получится 5 сантиметров, которые мы должны провязать по прямой. Опять же, вы берете свой образец и измеряете уже не по ширине, а по высоте. Вот так вот. Сколько у вас в одном сантиметре рядочков. Вот, например, у меня 3 рядочка. То есть 5 сантиметров умножаем на 3 рядочка. Получается 15 рядов нам нужно провязать по прямой. Вот так, в принципе, можно и вычислить, сколько же вам нужно провязывать рядочков по прямой. Вяжем дальше. Провязала я 21 рядочек и получился вот такой красивый мешочек. Теперь счетчик рядов мы просто снимаем. Он нам больше не нужен. И сейчас мы будем делать убавки. Первый ряд с убавками провязываем следующим образом. Вводим вот так вот спицу справа налево и провязываем 2 петли в одну. Снимаем и обязательно подтягиваем вот так вот за ниточку, чтобы эта петля не была у нас такая свободная. Потому что если будет свободная, то будут дырочки. Дальше провязываем все петельки до конца, кроме двух последних. 2 последние петли мы провязываем следующим образом. Сначала вводим спицу в последнюю петельку, потом в предпоследнюю, вот так вот слева направо. И захватываем нить и провязываем 2 петли в одну. Дальше вяжем на следующей спице. Опять первые 2 петли провязываем 2 в одну. Вводим спицу справа налево и 2 в одну провязали. Дальше провязываем все петельки, кроме двух последних. И снова делаем убавку. Вводим сначала в последнюю петлю спицу. Вот так вот. И так на каждой спице нам нужно сделать по 2 убавки. Провязала я первый ряд с убавками. И следующий рядочек нужно провязать просто лицевыми, без убавок. Но перед тем, как вязать следующий ряд, мы петельки вот так вот разравниваем на спицах. И вставляем сюда шарик наш. Хорошенечко он у нас сел. И следующий ряд без убавок мы провязываем уже вместе с шариком. Это возможно немножко неудобно вам покажется. Но после нескольких рядочков вы привыкнете и все у вас получится. Сначала я вставляю шарик, а потом уже делаю убавки. Потому что если я сделаю много убавок, например, вот по этой линии примерно, и будет у меня на спицах, например, по 6 петель, то, конечно же, мой шарик не сможет пройти через эти петельки. Напоминаю, что убавки мы делаем через ряд в начале и в конце спицы, провязывая 2 петли вместе. Смотрите, что у меня получается. Я только что провязала ряд без убавок и на спицах у меня по 8 петель. Сейчас мы сделаем убавки в начале спицы, как обычно. Потом провяжем 1 петлю. Сделаем убавку по центру. Вот так вот, 2 в 1. Дальше провязываем еще 1 петлю. И 2 последние вместе. То есть в этом рядочке мы делаем 3 убавки на одной спице. И в итоге у меня получилось по 5 петелек на спице. Сейчас мы оставляем сантиметров 20-25 ниточки и обрезаем ее. Вставляем ниточку в иголку. И теперь нам нужно вот эти все петелечки собрать на нитку. Берем первую спицу и одеваем вот так вот каждую петелечку на иголку. Убираем спицу, иголочку протягиваем. И так все петелечки снимаем. Снимаю последнюю петлю, последние спицы. Протягиваю. Теперь ввожу еще в первую петельку, самую первую. И теперь хорошо вот так все затягиваю. Дальше этот хвостик мы спрячем в этих же петелечках. Еще раз вот так вот иголочкой продеваем по всему кружочку. Можно 1 раз пройтись, можно 2 раза. Главное, чтобы вы крепко зафиксировали ниточку. Можно сделать узелок вот таким образом. Потом снова одеваем петельки. Потом снова можно сделать узелок. Вот так вот. В общем, нужно зафиксировать в хвостик, чтобы он никуда у нас не делся. И обрезаем нить. Снизу у нас такая же ситуация. Вдеваем этот хвостик в иголочку. И таким же образом мы стягиваем петелечки, как и вверху. Вот я в каждую такую дужку протягиваю ниточку. И также все крепко затягиваем и прячем кончик. Основа для моего шарика готова. Сейчас сделаем бантик. Беру опять же пряжу Ализе Кашмир. Две спицы номер 3 чулочные. И набираю 10 петель. Поворачиваю и провязываю первый ряд лицевыми петельками. Первую петлю снимаю просто. Все остальные петли провязываю лицевыми, кроме последней петли. Последнюю петлю мы всегда во всех рядочках будем провязывать изнаночной. Снова разворачиваю вязание. Снимаю первую. Первую всегда будем снимать. И снова провязываем лицевыми петельками этот рядочек. И потом еще два рядочка провязываем постоянно лицевыми и на изнаночной, и на лицевой стороне. Провязала я 4 рядочка и у меня получилась платочная вязка. Сейчас снимаю первую петлю. Провязываю лицевыми дальше рядочек. Поворачиваю и вяжу с изнаночной стороны уже изнаночные петельки. Не лицевые, а изнаночные. И дальше нашу ленточку для бантика мы будем вязать на лицевой стороне лицевыми петельками, на изнаночной и изнаночной. А в конце нашей ленточки опять же сделаем 4 рядочка платочной вязкой. Платочную вязку в начале нашей ленты и в конце ленты я вяжу для того, чтобы кончики не закручивались. Вот так вот. Ленточка моя в длину будет сантиметров 38, только учитывайте, что в отпаренном виде ленточка становится немножко длиннее. То есть, например, я свяжу 35 сантиметров этой вязаной ленты, потом я ее отпарю и посмотрю, сколько же у меня сантиметров. Если получится 38 в итоге, то так и оставлю. Вот что у вас должно получиться. Вот такая вязаная ленточка уже в отпаренном виде вам показываю. И на лицевой стороне закрываем петельки. Провязываем 2 петли в одну и одеваем эту петлю обратно на левую спицу. Снова провязываем 2 петли в одну и одеваем ее опять. И так все петельки нужно закрыть. Провязываю последние 2 петли в одну и обрезаю нить, оставляя сантиметров 15. Вытягиваю сюда этот хвостик и протягиваю его в иголочку. Этот хвостик нужно спрятать. Просто вот так вот иголочку вводим. То на изнаночную, то на лицевую сторону. Здесь под арочки вот так вот протягиваем ниточку. И иголочкой возвращаемся в эту же петельку. Вот так вот затягиваем и снова. Под арочки вот так вот прячем. Сделайте так несколько раз и обрезаем ниточку. Теперь вашу ленточку сложите вот таким вот образом. Видите? Вот так вот накладываем. Сами смотрите, какого размера примерно будет ваш бантик на шарике. Вот так прикладывайте. Теперь я проделала в иголочку 1 метр пряжи. И вот так вот ввожу по центру этого бантика. Туда-сюда выводя иголочку и протягиваю вот таким образом. Оставляю небольшой хвостик. Тоже сантиметров 30 нужно оставить. Возможно даже больше. Оставьте лучше 50. Вот так. Теперь нужно вот так вот немного стянуть полотно. И этой стороной, где у нас длиннее ниточка, один раз намотали, снова подтянули. И дальше продолжаем наматывать до тех пор, пока у нас не будет, вот как на этом бантике, много намоток. Вот что в итоге получается. Дальше я переворачиваю бантик. И теперь я завязываю крепко узелок. Завязывайте хорошо, не бойтесь. И в итоге у нас получился вот такой вот бантик. Теперь мы берем нашу иголочку снова и продеваем одну из этих ниточек. Прикладываем наш бантик на нужное нам место. Вот примерно здесь он. Вот так вот смотрите. Примерно здесь у нас он будет. И теперь одной ниточкой мы ее оставим в покое, а второй пришиваем прям стежками за нашу основу, которую мы связали. Продеваем в эти накрутки нашу иголочку. Вот так вот прошла игла. Потом захватываем белую вязаную основу. И вот таким образом мы закрепляем бантик. Сделала так несколько стежков, прикрепила и теперь ниточку, ту что мы оставили, также берем в ручку и завязываем их вместе вот так вот на узелок. Завязывайте крепко и если желаете можете еще раз задеть иголочку, опять немножко туда-сюда пройтись и снова завязать узелок. Потом берем крючок, вот сюда вводим нашу намотку, захватываем эти две ниточки, вытягиваем их и обрезаем. Все, на одной стороне бантик мы пришили, теперь вяжем такую же ленту и перешиваем его на второй стороне, вот напротив. Такие шары из шерстяной пряжи в руках очень теплые, когда их держишь в руках, они мягкие, уютные такие. И на елке будут отлично смотреться. Цвет бантика можете делать любым, конечно же, можно красными сделать их, будет очень красиво. Можно сделать шар красным, а бантики белым цветом. Также можно на шариках вместо бантиков какую-то вышивку сделать. Или связать весь вот этот шар, который мы вязали белым цветом, эту основу, с помощью жаккарда. Вот на этой части, где у нас мы вязали по прямой, здесь можно жаккардом вывязать какой-то классный рисунок. Также на такой основе можно пройтись вот так вот стежками, с помощью иголки-нитки просто, как вам вздумается. Произвольным методом можно как-то по спирали пройтись или вышить какие-то снежинки рядом с бантиками. Еще вариант это вот такой вот снеговик у меня получился. Я связала обычную шапочку, резинка у шапочки крючком связана, дальше обычная шапка-колпак и балабончик. Потом связала глазки ему, колечки и крестиком вышла носик. Крестик я обычный вышивала, накладывая крестик на крестик на крестик и получился так немножко выпуклый носик у него. А это у меня просто стежками сделаны губы. Шарфик связала крючком и завязала его и зафиксировала. Видите, он у меня не двигается, с этой стороны смотрится вот таким образом. Шапка также несъемная и сделала, конечно же, петельку. Внутри шапки, перед тем, как ее закрыть вот в этом месте и пришить помпончик, я наполнила шапочку холофайбером, чтобы она была стоячая такая, не падала просто. Видите, она у меня мягкая и пружинит немножко. И потом сделала петельку, просто ниточку закрепила за вот эту металлическую штучку там внутри. Шапки ее не видно. И вот так вот можно вешать моего снеговичка. Если желаете, можете по всему шарику повышивать вот такие вот снежиночки. Вышиваю их в произвольном порядке. Изначально прикрепилась кончиком нити под бантиком, чтобы потом этот кончик спрятать. Потом под полотном переместилась вот в это место. Сейчас покажу, как я это делаю. Например, вот я вышила снежинку, перемещаясь в любую точку. В произвольном порядке я не смотрю, чтобы снежинки у меня были симметричные. Сначала я делаю крестик. Вот так вот. Потом ввожу сюда иголку. Потом сюда. И сюда. Дальше вводим вот сюда. И снова вводим в любом месте. Например, вот здесь внизу. И получается у нас вот такая вот снежиночка. И в конце нам опять же нужно вернуться под бантик. Вот таким образом. И еще раз сделать снежок. И вывести ниточку возле бантика. И завязать два кончика, которые у нас образовались в узелки. Вдохновляю вас на вязание вот таких вот игрушек. Чтобы в каждой вязальщице была своя коллекция мягких новогодних игрушек. Из ее любимой пряжи. И также можно сделать эту коллекцию в какой-то одной цветовой гамме. Будет очень красиво. Эти игрушки яркие, уютные, такие домашние, теплые. И прислужат вам много лет при правильном уходе. Надеюсь, вам понравились эти игрушечки. Если есть вопросы, то пишите их в комментарии. Желаю вам ровных петелек. Всем пока!